Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Максим Ленчик и мы начинаем утренний брифинг. Одной из главных новостей вторника стали данные Минфина США о том, что во втором квартале 2016 года госдолг вырастет еще на 383 миллиарда долларов. В третьем квартале казначейство планирует привлечь 201 миллиард долларов, что на 47 миллиардов больше, чем это планировалось еще в мае. А в четвертом квартале выпустится облигация еще на 182 миллиарда долларов. Наращивание госдолга объясняется падением внешних поступлений, но в краткосрочной перспективе эта новость окажет незначительное или совершенно никакого влияния она не окажет, так как важна в первую очередь не размер госдолга, а возможность его поддержания. А такие возможности у США есть и проблема поддержания госдолга встанет перед штатами не в ближайшие 5 или даже 10 лет. Отношение сбережений к доходам в США снизилось третий месяц подряд, опустившись к 5,3%. Но это не самый главный показатель, который интересовал рынки во вторник. Самый главный это увеличились ли расходы американцев на различные товары и услуги. Да, увеличились после повышения на 1% в апреле, в мае было увеличение на 0,4%, что совпало одновременно с провальной статистикой рынка труда. И такой же рост отмечается в июне. Что касается евро, он поднялся выше отметки 1,12, достигнув максимумов за период после референдума Brexit на торгах вторника. Поддержку паре оказало дальнейшее ослабление доллара на американской статистике. Шестинедельный максимум остановился на отметке 1,12,15, но далее отступил, так как импульс ослаб. На сегодня же формируется смешанный фон. С одной стороны, падающая нефть оказывает поддержку американскому доллару, поскольку стоимость сырья в этих долларах, собственно, и номинирована. Но в понедельник были опубликованы слабые данные по производствам PMI Китая и Великобритании. А замедление экономики Китая, как известно, очень сильно беспокоит инвесторов, так как Поднебесный формирует основной спрос на черное золото. Однако слабые данные из Великобритании также вызовут продажи фунта, а это может оказать позитивное влияние на кросс-курс евро-GBP, а это уже, в свою очередь, отразится на стоимости евро к доллару. Сопротивление на торгах среды отмечено на уровне 1.13.00, это психологический уровень, и в районе 1.13.60, если дела у Евро пойдут хорошо. Поддержка же на 1.11.52 и 1.10.76. Исходя из фундаментальных данных, наиболее вероятно умеренное падение европейской валюты в среду. Йена ускорила падение после выхода американских данных и обвалилась к отметке 101.00. Ну, конечно, следует отметить, что йена, по сути, дорожает, но дорожание для йены, естественно, не является каким-то хорошим фактором, так как экономика у Японии экспортная, поэтому чем дороже их валюта, тем им, соответственно, хуже, так как им поступает меньше валюты от продажи их товаров. Пара находится под понижательным давлением с прошлой недели. Сначала она снизилась на заседание ФРС, потом на слабом ВВП США, и теперь она дошла до трехнедельных минимумов после того, как премьер-министр Японии Синзо Абе утвердил размер пакета стимулирования японской экономики, который в итоге составил 28 трлн. йен, что не совсем совпало с ожиданиями рынков, оказавшись несколько ниже. Помимо этого представители Кабинета Министров отвергли слухи о возможном выпуске 50-летних облигаций, которые рынки рассматривали в качестве мер для укрепления национальной валюты, и в итоге краткосрочный настрой остается медвежим. Уровень сопротивления будет не выше 102 йен за доллар, поддержка же отмечена на уровне 100,50 и 99,50. 99,50 это уже скорее прогноз на ближайшие два дня, так как 100,00 является психологическим уровнем, преодоление которого может резко уменьшить продажи, что подтолкнет валюту вверх. Фунт вырос на фоне снижения доллара и позитивных новостей из Британии, отразивших падение индекса PMI в строительном секторе за июль, который оказался слабее прогнозов 45,9 пунктов против 46,0 в июне. На этих данных пара GBP и USD выросла к уровню 1,32,90 на фоне слабых американских отчетов, но быстро отступила приблизившихся к верхней границе недавнего диапазона возле 1,33,20. И короткосрочный настрой по паре остается позитивным. Уровни поддержки указаны на отметке 1,32,30, самый ближайший 1,31,60, уровни же сопротивления от 1,32,90 до 1,33,20. Что касается нефти, то сохранились все факторы падения цен на нефть на торгах вторника. Общая коррекция никак не повлияла на финальный результат, в СМИ даже были днем новости о том, что нефть немного подросла, но в конце дня она все равно показала отрицательную динамику. Уровень поддержки на этой неделе, указывающий на перепродность актива, установлен на отметке 41 доллара, но он вполне может дойти до 40,5 долларов. А некоторые аналитики говорят о том, что у нефти есть все шансы в перспективе ближайших двух дней пробить уровень 40 и достичь даже поддержки 39,00. Все внимание приковано к отчету Американского института нефти, который показал несколько меньшее снижение запасов в отличие от прошлой недели. Но эти предварительные данные, естественно, не обещают, что запасы уменьшатся и по данным Министерства энергетики США, как это было на прошлой неделе. Эксперты предупреждали, что если спрос в июле не окажется выше, чем ожидается, то запасы нефтепродуктов могут продолжить расти и дальше, поставив под угрозу всю ценовую структуру. И от риска реализовался. Рост спроса оказался очень слабым и не внес существенного вклада в баланс спроса и предложения. Летний сезон уже перевалился в середину. В США, где благодаря сильно подешевшему бензину водители начали покупать кроссоверы и прочие машины, которые расходуют много топлива, повысили спрос на бензин. Но летний сезон уже заканчивается. Поэтому сейчас будет снижение спроса там. Также уже был отмечен спад производства в Китае. А это значит, что и в Китае спрос будет уменьшаться от месяца к месяцу. И несмотря на это, продолжается наращивание добычи. Так Иран в этом году увеличил на 25% уровень добычи нефти. И намерен к концу года довести ее до 8-летнего максимума, до 4 миллионов баррелей в день. Данные о морских перевозках свидетельствуют, что основными покупателями иранской нефти являются азиатские страны. В ответ на это Саудовская Аравия также увеличивает экспорт нефти и нефтепродуктов и занижает цены. Так, госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в сентябре будет снижать цены на свою нефть Arab Light до 1,1 баррель дешевле сорта, которая является ориентированной для азиатского региона. В результате Arab Light будет продаваться в Азии на 1,3 доллара дешевле, чем в августе. И это, в общем-то, самое значительное снижение за последние 10 месяцев. Россия также не отстает и наращивает добычу до 10,9 миллиона баррелей. И после таких новостей, естественно, сомнительно, что что-то вообще может в 2016 году как-то уравновесить баланс спроса и предложения. В краткосрочной перспективе, естественно, также не наблюдается ничего хорошего. Единственное, что ожидания отчета Министерства энергетики могут каким-то образом замедлить падение нефтяного актива, остановив его до уровня 40,00 или даже 40,50. Но вполне вероятно, что сегодня ожидается отрицательная динамика и по итогам дня нефть снова окажется в минусе. Рубль на этой неделе ожидает очередное снижение до 67,60 рублей, что на 2,6% выше курса пятницы, 29 июля, который составил 65,9 рублей за доллар. Естественно, основным фактором для рубля называется нефть. У нефти дела сейчас идут очень плохо. Поддержкой рублю выступило и решение нашего Центробанка о удержании процентной ставки на уровне 10,5%. Поэтому падение, конечно, будет несколько ниже. Рубль не дойдет до каких-то значений, как это было ранее, например, 75 рублей, 80 рублей. Но в перспективе ближайшего дня рубль будет показывать отрицательную динамику, так как ни по нефти не ожидается каких-либо хороших новостей, ни по ослаблению доллара. На этом все. Следующий вебинар будет завтра. Всего вам доброго. До свидания.